Всем привет! С вами Маргарита и Алексей. Наш сайт ispanioliv.com. Мы снимаем для вас и показываем на видео самую интересную недвижимость в Испании на берегу Коста-Бланка. Сегодня я хочу познакомить вас с виллами, располагающимися в хорошем тихом районе Кабароек, который находится в двух километрах от моря. Песчаные пляжи, отмеченные голубыми флагами ЮНЕСКО за чистоту, и прекрасные соседи-европейцы. Стоимость виллы 276 тысяч евро. Она состоит из трех спален, двух ванных комнат, с личным бассейном, имеет зону барбекю и личный солярий. Пойдемте посмотрим. На входе установлена усиленная бронированная дверь. Из прихожей мы попадаем в гостиную, которая совмещена с кухней. Я хочу вам сказать, что вся мебель в доме включена в стоимость, также бытовая техника, кроме декораций. Кухня достаточно просторная, хорошая рабочая поверхность, большой холодильник, множество шкафов для хранения, варочная поверхность, вытяжка, очень удачно расположенное окно над рабочей поверхностью вместо фартука. Дает много света, простора и для женщин очень уютно, когда моешь посуду или готовишь. Раковина небольшая. Здесь располагается посудомоечная машина, стиральная машина, Духовой шкаф размещен очень удачно, не нужно нагибаться, чтобы что-то приготовить. А также микроволновая печь. С кухни имеется выход в зону барбекю. Большая печь, также входит в стоимость. Раковина присутствует, это очень удобно. На улице присутствует ночное освещение. И рядом с печью располагается стол. Гостиная, очень много солнечного света. И из гостиной с большими панорамными окнами имеется выход к бассейну. Душевая. Душевая. По всем доме центральное кондиционирование. На тепло-холод. На полу плитка, качественная испанская. Зона кухни и гостиной отделяется стеклянными дверями. Вот наша прихожая, через которую мы вошли. Здесь располагается домофон, сигнализация и система для управления кондиционером. Здесь располагается первая ванная комната. Во всех ванных комнатах теплые полы. И вот и здесь. Первая спальная комната, большие панорамные окна, они выходят во двор к бассейну, и с этой стороны располагаются встроенные шкафы. Также застройщик предусмотрел, что в дальнейшем вам возможно понадобится в этой комнате телевизор, созетки, включатели, уже все предусмотрено, и штучки под антенну, не знаю, как они называются. В коридоре также расположен шкаф для хранения вещей. Вторая спальная комната, большие панорамные окна выходят на передний двор, где калитка, большой шкаф встроенный. Также на этой стене предусмотрены розетки, включатели. И теперь мы посмотрим третью спальную комнату, это главная спальня в доме, хозяйская, родительская. Здесь большой шкаф также для хранения. Большие панорамные окна выходят во двор к бассейну, и эта спальня имеет собственную ванную комнату. На этой стене также предусмотрены розетки. Пойдемте посмотрим солярий. Мы вернулись в гостиную комнату, где выход к бассейну. Лестница на солярии. Прошу обратить внимание на вас, что, может быть, вам покажется, что лестница очень некрасивая, но очень правильно сделана. Ступеньки сделаны из железа и со специальным покрытием антискользения. Это очень удобно, потому что, купаясь в бассейне или если есть у вас маленькие детки, обычно ступеньки гладкие, это небезопасно. Здесь очень удобно, очень хорошее сцепление с обувью. Мы поднялись на солярий. Как вы видите, солярий достаточно просторный. На нем имеются сливы. Выведена вода. Имеются розетки и ночное освещение. Здесь спрятан водонагреватель фирмы Арестон. И в солярии имеется вид на море. Сейчас здесь работают краны, потому что еще не все дома закончены. Но когда будет закончено строительство, будет очень красивый вид. Я надеюсь, что дом вам понравится, а также место. Приезжайте в Испанию, обращайтесь к нам, мы будем рады вам помочь. Смотрите наши новости в Инстаграм, Вконтакте, на Фейсбуке. Заходите на наш сайт ispanialift.com, следите за нашими новостями. Адьос! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok